Друзья, сегодня готовим мой самый-самый любимый суп, это суп-пюре из кабачков. Если вы еще никогда раньше не пробовали суп из кабачков, срочно исправляйте это недоразумение. Особенно он понравится, конечно же, любителям кабачков, каким я тоже являюсь. Нам понадобится, собственно, сам кабачок, любые овощи, у меня была морковь, картофель и репчатый лук, мускатный орех, соль, любая сушеная зелень и жирные сливки. И самое главное в этом рецепте, овощи для супа-пюре мы ни в коем случае не будем варить, мы будем запекать их в духовке. Поэтому берем картофель, очищаем его от кожуры и нарезаем на произвольные кусочки. Затем все то же самое повторяем с морковкой. Здесь важно, чтобы кусочки были примерно одного размера, чтобы овощи одновременно приготовились в духовке. И да, для такого супа вы можете брать и другие овощи тоже. Например, взять болгарский перец или баклажан. То есть здесь все зависит от ваших предпочтений, от того, что есть у вас в холодильнике. Затем берем репчатый лук и тоже нарезаем на произвольные кусочки. Запеченный репчатый лук очень вкусно, он становится таким сладеньким и вообще не горчит, поэтому я рекомендую добавлять его в суп-пюре. И потом то же самое делаем с кабачком. С кабачка кожуру нужно предварительно снять. Итак, все овощи у нас нарезаны. Теперь мы берем форму для запекания, смазываем ее небольшим количеством растительного масла. У меня это оливковое масло. Выкладываем туда наши овощи, прям все вместе, в перемешку. Дальше сбрызгиваем их сверху тоже небольшим количеством масла. У меня это снова оливковое масло. Вообще всегда использую в последнее время оливковое масло для запекания или для каких-то блюд на сковородке. Растительное, точнее подсолнечное масло использую только для домашнего майонеза. Забрызгиваем овощи, накрываем форму фольгой, если у формы нет крышки, если есть крышка, накрываем крышкой и убираем в духовку. Готовим при 180 или 200 градусах до мягкости овощей. На это у меня ушло примерно 60 минут. Протыкаем овощи вилкой или ножом, если мягкие, значит овощи готовы. Дальше перекладываем их в какую-то кастрюлю или в какую-то другую емкость, в которую вы будете непосредственно готовить суп. Важно, чтобы они туда поместились. Кастрюля должна быть достаточно большая. И пробиваем все овощи блендером в пюре. Когда добьетесь нужной консистенции, добавляем мускатный орех, соль, любые сушеные травы по желанию. Наливаем горячие сливки, желательно, чтобы они были пожирнее. У меня даже здесь жирность примерно 33%, но можно готовить с теми сливками, которые вам больше нравятся. И снова все это вместе пробиваем блендером. Дальше смотрите, если консистенция вас устраивает, суп можно сразу же подавать. Если вам кажется, что он слишком густой, можно добавить обычной кипяченой воды или какой-нибудь бульон. Это самый вкусный суп, который я когда-либо готовила. Приятного вам аппетита! Приятного аппетита!